Здарова, геймеры! С вами DeadPi47 и сегодня очень большой повод для видео, потому что ко мне наконец-то приехала моя RTX 3080 Founders Edition. Мы наконец-то с ней воссоединились и на самом деле просто держать её в руках это уже такое, знаете, ностальгическое чувство, потому что я купил её в конце 2020 года, примерно когда взлетел мой канал, когда меня уволили с работы и когда я записал своё первое видео про айтипедию. И частично поэтому мне хочется записать этот видос, который я хотел записать очень давно, просто не было какого-то повода. Я надеюсь, что вам будет приятно послушать что-то подобное на фоне, пока вы на работе, на учёбе или что-то подобное, потому что я знаю, что вы по большей части слушаете моё видео, я не запариваюсь как-то монтажом. Но тем не менее, надеюсь, что хотя бы послушать это будет достаточно интересно. Дело в том, что интернет в последнее время очень сильно изменился, как многие из вас знают, и не в лучшую сторону, потому что многие ютуберы просто покинули нас, либо покинули игровую сферу, которой лично я занимаюсь. И от этого на самом деле довольно печально, потому что многие из них именно создавали ту самую атмосферу геймерского комьюнити, которая мне так сильно нравилась. Только вспомните эти прекрасные геймерские моменты, вроде того, что все обзорщики сравнили Horizon Forbidden West с Mass Effect 2, или вспомните огромные скандалы с Last of Us 2. И с какой-то стороны, да, это зарождало в нас очень негативные эмоции, типа вот там продажничьи, всё такое. Но с другой стороны, участие в подобных интернет-противостояниях было чем-то крайне весёлым, на самом деле. Особенно с точки зрения ютубера, который не только мог поднять на этом просмотры, но и просто высказаться как-то. Это было очень интересно. И такие люди, как Антон Логанов, ITpedia или журналистские сайты вроде DTF. Помните, когда DTF написал, что вы не полностью прочувствовали Last of Us 2, если вы смотрели её на стриме, потому что стример вам всё испортил? Боже, я обожал такие штуки. И да, да, опять же повторюсь, это рождало в нас какие-то негативные эмоции. Но с другой стороны, это создавало такие прецеденты, о которых можно потом вспоминать. Это были максимально мемные моменты интернета, которые я буду хранить в своём сердце до конца своих дней. Я просто обожаю подобные штуки. И вот сейчас, в преддверии выхода Call of Duty Modern Warfare 2, пока я не занят другим контентом, там ещё God of War выйдет, ещё мой обзор на Metal Gear Solid 2, я думаю, что мы можем прикоснуться ко всем этим временам, немножко поностальгировать вместе, и мне хотелось бы высказать какие-то мысли, которые я очень давно хотел сказать. Но сначала небольшая интеграция. К сожалению, Call of Duty Modern Warfare 2 недоступна в России, но существует надёжная и популярная по всему миру альтернатива в виде Warface. Приятно, что есть шутер, который можно просто скачать, расслабиться и присоединиться к живому сообществу игроков. Тем более, что сейчас начался осенний сезон Новая Сила, а это повод попробовать игру или залететь обратно, если вы уже бывалый игрок Warface. Новый сезон принёс с собой переработанную систему модификаций, с помощью которой можно будет легко превратить свои старые пушки в серьёзные метовые инструменты для победы в жёстких матчах. Но обновлённый боевой пропуск даёт мотивацию игроку, ведь он содержит в себе массу вкусностей. Например, комплект снаряжения графита и крутые оружейные серии нейтрон и квант. Кроме того, в игре добавили новую карту Блокпост и переработали карту Мотель, вы просто обязаны их заценить. И я уже не говорю про ивенты, активности, например, турнир ВК Плейкап с призовым фондом в 17,5 миллионов рублей. И регистрация идёт прямо сейчас. Выбор только за тобой, либо смотреть матчи попивая чаёк, либо принять участие самому в соло-баталиях или с друзьями среди профессиональных команд. Ну а теперь не теряя времени, переходи по ссылке в описании, забирай крутой набор метового снаряжения и присоединяйся к осеннему сезону «Новая сила». Многие помнят, что мой ютуберский путь начался с того, что я делал видосы про сонибоев, с которыми я не соглашался в каких-то моментах, мне очень нравилось с ними спорить, а людям нравилось смотреть, как я с ними спорю, на фоне геймплея какой-нибудь Call of Duty или другого шутера. И тогда, и сейчас над сонибоями уже было принято издеваться, потому что они всех как-то доконали, это была вот эта вся штука айтипедии, да, что мы там консольная элита, всем это очень нравилось, это были такие вот весёлые посиделки для всех нас, чтобы мы как-то вот увидели очередного сонибоя и говорили о том, что вот как он не прав вот в этой штуке, да, вот в этом-то плане, вот он не знает, что геймпасс на самом деле это выгодно, и геймпасс это действительно самое выгодное предложение на рынке, не буду скрывать. Но сейчас, когда по понятным причинам многие люди перестали делать контент для Ютуба, я начинаю понимать, что вот эти люди, они создавали интернет таким, каким я его любил, потому что они высказывали своё неотфильтрованное мнение, да, пусть вам казалось это мнение неверным, возможно, это мнение каким-то образом вас оскорбляло, что вот вы на такой-то платформе сидите, а они на такой-то, и вам хотелось с ними поспорить. Но в этом-то и был весь прикол, то, что интернет, он... В чём прикол интернета? Это в том, что у всех есть какое-то своё мнение, и мы выясняем отношения. Да, пусть мы друг друга не переспорим, да, пусть мы друг друга ни в чём не убедим, но сам процесс настолько весёлый, я просто обожал это. Вот это для меня является самой сутью геймерского Ютуба. Но теперь из-за бесконечного количества факторов, вроде ситуации в мире, или того, что Sony просто сливает все свои эксклюзивы, и уже как-то нет этой элитарности, или, как сказал Вадим Иванов, в козырности. Людям просто уже нечем хвалиться, и не из-за чего чувствовать эту элитарность. Да, да, они просто либо перестали делать контент, либо их контент стал скучным из разряда там PlayStation 4 в 2022 году, стоит ли покупать? Блин, я всегда ненавидел такие видео, они настолько, настолько банальные. И вся эта движуха стала довольно андеграундной, потому что большие люди вроде ITpedia, они уже просто этим не занимаются, у него там уже какие-то свои дела, я на самом деле не слежу, чем он занимается, да и не хочу знать на самом деле. И как бы вы на самом деле не ненавидели ITpedia, я не собираюсь здесь его защищать, но тем не менее он делал видосы с каким-то своим мнением, которое потом обсуждалось по всему интернету, это было событие. ITpedia сказал, что Call of Duty это конвейер, и все такие, да, кстати, действительно это так. И это было так круто, особенно ты смотришь это видео, как ты его оспариваешь, появлялась куча реакций, вот этого всего. И в этом было просто приятно существовать, потому что каждый день, каждую неделю была какая-то новая повестка дня, кто-то что-то сказал, и мы все это обсуждали. И да, это максимально посредственное времяпрепровождение, я полностью с вами согласен, мы на самом деле тратим свое время на абсолютно бесполезные штуки, но тем не менее, просто вспомните, насколько это было весело. Мне кажется, что персонажи вроде Антона Логвинова, ITpedia и прочих таких ярко выраженных игровых личностей, они как персонажи в аниме, за ними интересно следить, не потому, что ты как-то с ними иногда соглашаешься, а потому, что они делают какие-то вещи, которые продвигают сюжет вперед, начинаются какие-то новые арки, арка ночных поездок по городу, арка того, что ITpedia сказал, что PlayStation 5, наши квартиры к ней не готовы, все эти мемы, вся эта движуха, я безумно люблю ее. Даже если вы были с ними не согласны, мне кажется, что они были просто необходимым злом, они создавали баланс в интернете, этот баланс был прекрасен тем, что у тебя всегда был человек, вот точку зрения которого ты разделяешь, да, и вот этот человек, он был против вот того человека, и ты такой, я тоже против этого человека, и тут начинались вот эти бесконечно... Боже, я обожаю все это, guys, и я думаю, что вы тоже, если вы подписаны на этот канал с тех времен, я думаю, что вам тоже подобное нравится. Интернет стал скучным, и я имею в виду именно русскоязычный сегмент игрового ютуба, в котором просто почти уже никого не осталось. Нет, есть, конечно, люди вроде XBT, которые делают миллионный видос про повесточку или что-то подобное, и он уже не так интересен, как тысячный видос про повесточку, но, тем не менее, я ребят очень сильно уважаю, потому что даже в эти сложные времена они продолжают пилить контент, поэтому есть что смотреть, есть что слушать на фоне, это максимально уважаемо. А это действительно приверженность своему делу, я могу только выразить респект. Та же игровая журналистика перестала быть кринжовой, ну, именно та, которая еще выжила, потому что многие не справились, у многих просто нет средств на существование, потому что большие игровые компании, которые заносили бабки за рекламу, или не только за рекламу, они просто смылись, и теперь, да, как бы, не на что существовать многим изданиям, и это максимально печально, люди теряют свои рабочие места, мне неприятно от этого, я не буду злорадствовать, типа, хей, вы там сидели на чемоданах все это время, а теперь вот вы... Нет, мне нравился их контент, мне нравились их чемоданы, мне нравилось смотреть эти видосы, кринжевать с них, это, это было весело. Но также это касается и меня, потому что мне нравится обсуждать всякие сунебойские штуки, да, то есть я вот недавно выпустил видос про сунебоев, в котором рассказал про ситуацию в Бразилии, то, что они одобрили сделку Microsoft, показал реакции из Твиттера, да, там разных людей, они были максимально кринжовы, это было весело, но уже что-то не то, потому что это где-то там, да, вот мне хотелось бы рассказать про наших, но нашим это уже не особо интересно, у нас нет ютуберов, которые освещают эти темы. Я очень уважаю, допустим, консольманию, который даже несмотря на все, что происходило, все равно записывал видосы, иногда даже из машины, и рассказывал там о каких-то новостях, он всячески пытался как-то участвовать во всем этом, да, не выходить из этого поля, но даже он, насколько я вижу, он делает видео раз в две недели, и возможно там про какое-то обновление PlayStation Plus, и не более, и не подумайте даже на секунду, что я в чем-то виню этих людей, потому что сейчас жизнь кардинально изменилась у многих, и вот эти все штуки там, о, в интернете кто-то не прав, это уже настолько на втором, на третьем плане, на четвертом, это уже не на каком плане для многих людей, что да, это в принципе достаточно разумно, просто перестать это делать. Это видео не призвано говорить, что давайте вернем эти времена, е, потому что сейчас я прекрасно понимаю, что это просто невозможно. Я просто хочу и чувствую, что надо провести черту под всей этой прекрасной эпохой, которую мы не ценили, и которую слишком, как мне кажется, рано потеряли. И на самом деле мне очень сильно повезло в этом плане, потому что, в отличие от многих, мне все-таки удалось сменить тематику канала с Сунибоев, которые раньше были моим основным контентом, на видео про игры, которые мне нравятся. Я безумно благодарен своему комьюнити, то, что они все это смотрят, я могу делать видосы про обмангу, про какую-то малоизвестную японскую РПГ, которая никто не слышал, которая даже не переведена на русский язык, но, тем не менее, да, многие мне сказали там, ууу, блин, там всего 40 тысяч просмотров. Раньше видосы про Сунибоев 40 тысяч просмотров набирали, сейчас стандартный какой-нибудь успешный видос набирает сотку и больше, за что я вам очень благодарен, гайз, вы помогли мне как-то эволюционировать как ютуберу, и уйти от темы, которая не только уже не актуальна, да и уже не столько мне интересна. Да, я все еще делаю видосы про консольные войны, вот это вот все, но это уже скорее как-то по инерции, потому что я знаю, что многим из вас нравится это смотреть. Не то, чтобы я не получал удовольствие от их создания, это весьма весело, но с другой стороны я понимаю то, что для нас это уже не столь актуально, это просто, знаете, такой контент, который я делаю, потому что знаю, что кому-то подобное видео поможет продраться через сложный день на работе или на учебе, или что-то подобное. Мне кажется, что в принципе это достаточный повод, потому что я прекрасно понимаю, что сейчас контент на ютубе, это одна из немногих вещей, которые могут скрасить эту максимально отвратительную реальность, скажем честно. И я, пользуясь этим случаем, хочу выразить огромную благодарность каждому, на кого я когда-либо делал видео, и даже если он мне кидал за это страйк, я хочу сказать вам всем спасибо, потому что вы стали частью истории моего канала и истории всего этого геймерского комьюнити. Каждый из вас, который выражал свое честное мнение, да, по поводу того, что вам нравилось или не нравилось, пусть оно было с налетом элитарности, высокомерия, или откровенной тупости. Это все равно было чем-то, что я оценил, и каждое из этих видео я нежно люблю. Просто понимаете, у меня сейчас есть такое ощущение, что мы как будто вот в последних сезонах теории Большого Взрыва, да, когда персонажи уже постарели, да, когда интересных событий особо нет, они выглядят как супружеские пары, которые просто периодически вспоминают о том, как вот раньше было круто. Вот как-то так сейчас все и происходит. И да, это печально с какой-то стороны, с другой стороны нам есть что вспоминать, нам охренеть, сколько можно вспоминать. Ну и с какой-то стороны это очень большая привилегия, за которую я благодарен своим зрителям, потому что я имею возможность находиться в относительной безопасности, делать видео о том, что мне нравится, и я понимаю, что многих напрягает то, что я там где-то там что-то там делаю, да, то есть я... Я прошу вас прощения, не совсем понимаю за что, но прошу вас прощения, потому что возможно вам кажется, что я вас каким-то образом там предал или что-то подобное, извините, пожалуйста. Ну и хоть я уже не так буду заниматься подобным контентом, как вы уже поняли, у меня есть несколько каналов, которые вот молоденькие, хорошие, которые действительно имеют тот самый дух геймерства, который мне так нравится. Поэтому подписывайтесь на Рейденах, Юга Буллета и Майзенберга. Прекрасные ребята, мы смотрели их на стримах, они действительно очень ламповые, и имеют вот именно тот самый дух того, что нам нравилось. И, кстати, это не является рекламой, если чё, я просто, мне они просто нравятся, окей? 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 Также хочу выразить огромное уважение всем ютуберам, которые всё ещё продолжают делать качественный контент и радовать своих зрителей, помогая им продираться через очередной день. Что же касается меня, я продолжу делать видео про игры, которые мне нравятся, про игры, которые мне не нравятся, и в этом мне поможет моя RTX 38 с Founders Edition. Наконец-то видосы начнут выходить в 1440p, как в старые добрые, потому что многие владельцы 4К-телевизоров, они жаловались, что 1080p слишком мыльное. Наконец-то вы сможете видеть видосы в 1440p, как только я пересоберу компик. Хотя, на самом деле, есть ещё одно улучшение, которое вы очень долго ждали, потому что наконец-то люди перестанут шутить про то, что у меня в компьютере стоит ксас, из-за которого взорвётся мой комп и сгорит моя 3080p. Я предусмотрел этот момент, дорогие друзья, и вот поэтому я купил блок питания от Corsair на 850 ватт, который потянет её и будет весьма безопасен. Я надеюсь на это. Я отвечаю, как только я вытащу ксас и вставлю даже самый дорогой, самый качественный блок питания, всё взорвёт. Я уверен в этом, потому что это закон подлости, дорогие друзья. Вот этот ксас, три года, и ни разу не было ни единой проблемы. Все из вас, кто говорят плохо про ксас, вы просто купленные дипкулом или аэрокулом или биквайтом. Ну, короче, вы продажнич, я уверен в этом, почти уверен. Так что да, ждите нового контента. У нас очень загруженная осень, потому что сейчас будет компания Call of Duty, которую я буду стримить полностью и потом сделаю видос. Обзор на Metal Gear Solid 2 и, конечно же, God of War Ragnarok. Благодаря вам у меня есть PlayStation 5, с которой я смогу его и постримить и сделать видос. Так что да, нас ждут прекрасные времена, даже если, если, в общем-то, времена не очень хорошие. В любом случае, спасибо, что послушали Бубнёж Старого Деда, это было весьма приятно. Если вам нравится мой канал, можете нажать на лайк, поставить колокольчик и подписаться на него. Я буду весьма вам благодарен. Спасибо вам огромное за поддержку. Если вам нечего посмотреть, кстати, можете прямо сейчас на экране клацнуть на видос по моей любимой японской RPG, либо на видео про Человека-бензопилу 2, которое я сделал буквально вчера. Да, видосы выходят как-то слишком часто, но в любом случае, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok